Храм Архангела Михаила в Слободзее вокруг главного купола Лиса. Скоро он будет выглядеть по-новому. Ремонт ждали давно. Эту крышу построили еще в 1993. За эти годы появилась течь сразу в нескольких местах. Например, росписи главного купола уже осыпаются. Вместе с куполами заменят и всю крышу. В храме говорят, как дождь, так и с потолка потеки. От этого пострадали стены и фрески. Это заставило начинать ремонтные работы. Получается, что шло в богослужении и прямо на престоле, слева от престола, на краю капала капля дождя. Это было так больно. Ремонт на пожертвование. Уже готовы три небольших купола. Их обшили так называемым булатным золотом. Следующий на очереди главный купол Христа Спасителя. С утра строители работают на крыше, а после обеда делают заготовки. С изнанки чертятся, чтобы не повредить металл. Это магнит, чтобы хорошо держался. Это сейчас что вы вырезали? Это горбоцик у нас идет. А понятие? Узоры, скажем так, на нижнюю юбку. Режется все. Это лицевая часть у нас. Это изнанка. С изнанки, чтобы ничего не поцарапать, чтобы было. Товарный вид хороший был. Дальше крепят ту самую юбку купола. Работа почти ювелирная. Это оцинковка. А это у нас нержавейка напыленная. Напыленная. Есть специальные станки такие большие. На нержавейку идет напыление. То есть как у нас золотой зуб делают стоматологи. Принцип такой же. Как сейчас говорят, булатное золото. И плюс еще это ставится уже не на один год, не на 20 лет. Лет сто простоит, я думаю. Да и больше. Нержавейка на свое дело знает. Она долго держится сама по себе. После главного купола приступит к колокольне. Ее планируют сделать шире и выше. Сделать подсветку. Завершат все работы в начале следующего года.